Нам принесли в почтовый ящик вот такие квитанции на 630 рублей. Рука потянулась уже к оплате, но потом я посмотрела, какая-то она странная, хотя очень похожа на настоящую. QR-код запросто сканируется и переходит сразу к оплате. То есть никаких дополнительных данных не запрашивают. От настоящей квитанции эту листовку отличают немногие. Совсем недавно их начали массово раскидывать по почтовым ящикам горожан, требуя деньги за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Глядеться внимательнее стоит. Данных абонента здесь нет, договоров с неким газтехсервисом никто не заключал, а сама услуга, за которую так настойчиво просят заплатить, не оказана. На законность бумаги уже проверяют в региональном управлении антимонопольные службы. А пензенсам советуют не спешить. Решили проверить не просто вот эту вот часть, а проверить в том числе и вот эту часть. Распространение достоверной и недостоверной информации на закон о защите конкуренции. То есть добросовестной и недобросовестной конкуренции. Тревогу специалистов вызывает также реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов, а вернее подрядчики, которые затягивают сроки или вовсе не исполняют свои обязательства. Реестр недобросовестных в этом году уже пополнен. В этом году, в первом полугодии, к нам поступило 21 обращение. По 16 было принято решение о включении сведений также в реестр. Это был капитальный ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения многоквартирных домов. Также было оказание услуг по осуществлению строительного контроля за оказанием услуг. Капитальный ремонт крыши неоднократно был. Заинтересовало УФАС и повышение цен на бензин. Сейчас ведомство направило запросы, чтобы проверить их обоснованность. А вот к стоимости социально значимой группы товаров у специалистов вопросов пока нет. Колебания называют сезонными.